Приветствую всех, это Система. Мы следим за событиями, чтобы рассказать вам самое важное. Украину и мир накрыл архив Пандоры. В масштабном расследовании про офшоры засветились десятки мировых лидеров и сотни политиков, звезды шоу-бизнеса и спорта. Среди них Владимир Зеленский и его ближайшее окружение, создавшее в 2012 году в Белизе, на Кипре, британских Виргинских островах сеть офшорных компаний с десятками миллионов долларов на счетах. В президентской команде ничего плохого в этом не видят. Мол, времена были тяжелые и бизнес приходилось защищать от Виктора Януковича. Все было бы хорошо, если бы не одно «но». Офшоры портят репутацию любого президента. Перефразируя самого Зеленского, это приговор. Зачем они на самом деле нужны были Зеленскому? Почему до сих пор не закрыты? Кто слил информацию об офшорных схемах политиков в десятках стран мира? И какие последствия будет иметь скандал для украинской политической жизни? Разбираемся вместе. Поехали. Из архива «Пандоры» стало известно о десятке офшорных компаний бизнес-империи команды Зеленского, благодаря которым она могла не платить налоги с 2012 по 2019 год. Компаниями владел как сам президент, так и его ближайшее окружение. Глава СБУ Иван Баканов, первый помощник Сергей Шефир и его брат Борис, ныне руководитель квартала 95 и его партнер Андрей Яковлев. По подсчетам журналистов с листва «Инфо», которые получили доступ к документам украинской налоговой службы, за 9 лет работы с телеканалом «1 плюс 1» квартал 95 уплатил 3 миллиона долларов налога на прибыль. Несколько лет медиахолдинг Зеленского и вовсе был убыточным, по крайней мере, по документам. Дорогой Игорь Валерьевич, пожалуйста, поговорите с «1 плюс 1», пускай чуть-чуть денежек перечислят. Ну, потому что, как бог с ним, я уже наелся, а дети кушать хотят. При этом на счетах его офшорных компаний были десятки миллионов долларов, а его руководители, как выяснилось сейчас, покупали дорогую недвижимость в Лондоне. Власть отреагировала на скандал более чем спокойно. Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк назвал офшорные схемы особенностями рынка тех времен. Генпрокурор Венедиктова заявила, что к достоверности расследования есть вопросы. Но глава фракции «Слуга народа» Давида Рахамия своей позиции ошарашил многих. Там же история, какой 9 лет назад, когда это было в бизнесе. Ну, я не знаю, я не вижу, честно говоря, офшоры – это две вещи. У меня, до речи, тоже было много офшоров. Я это открыто, я даже в декларации имею на дружине один офшор с Сейшелем. Это нормальный процесс. Власть явно взяла курс на замалчивание скандала. Мол, речь не о государственных деньгах. А Зеленский перед тем, как стать президентом, переписал все компании на партнеров. Своё масштабное расследование журналисты назвали архивом Пандоры, проводя символическую параллель с известным древнегреческим мифом. Пандора, первая женщина на Земле, вопреки запрету Зевса, открыла полученный в подарок от него сосуд, из которого по миру в тот же час разлетелись все несчастья и бедствия. Символично. А ещё древние греки верили в то, что история циклично и двигается по кругу. Как тут не провести параллель с украинской политикой? В 2016 году одним из героев первой масштабной утечки офшорных документов Панамского архива стал президент Пётр Порошенко, представители которого в дни решающих боёв на Донбассе регистрировали на британских Виргинских островах офшорный холдинг для продажи его кондитерской фабрики. Теперь же в центре офшорного скандала оказался новый хозяин банковой, Владимир Зеленский, победивший своего оппонента под лозунгами борьбы с коррупцией и старыми элитами. В общем, какое-то заколдованное место эта администрация, не зря Зеленский хотел переехать. Это здание практически гарантирует вам попадание в скандал. Пока офшорный скандал не сильно ударил по позициям Зеленского, но могу предположить, это только начало. В 2016 году Порошенко тоже казалось, что скандал быстро потухнет, особенно учитывая, что информационная повестка была плотно забита сообщениями с востока страны. Однако офшорный скандал бывшему президенту вспоминали до самых выборов, в том числе и на стадионе. Навіть и на Порошенко, при том, что той скандал першим был с Panama Papers, он был более резонансный, он прямо не вплинув на рейтинги Порошенко тогда. Мальдивы вплинули больше, еще больше вплинули тарифы. Но в чем проблема? И вот тут есть риски для Зеленского. Накопичение токсичности. Вот тут есть определенная проблема, поэтому в принципе стоит уникать для команды Зеленского таких вот критичных обстоятельств. Волна разоблачения накрыла не только Украину. В архивах Пандоры, кроме украинского президента, засветились 35 действующих и бывших мировых лидеров, а также более 300 политиков. В архиве Пандоры Владимир Зеленский оказался в неплохой компании. Чешский премьер Андрей Бабиш зарегистрировал на британских Виргинских островах компанию на три года раньше, еще в 2009. Она выдала другим фирмам кредит на сумму в 15 миллионов евро. На эти деньги Бабиш купил себе виллу на Лазурном берегу Франции. Десятки офшорных компаний, связанные с семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева, скупали элитную недвижимость Лондона. Общая стоимость купленного достигала почти 700 миллионов долларов. Бывший премьер Великобритании Тони Блэр с супругой купили через офшор элитный особняк в центре Лондона, сэкономив на налогах около 400 тысяч долларов. И, наконец, футбольный кумир миллионов, испанский тренер Манчестер-Сити Хосеп Гвардиола создал офшорную компанию в Панаме, через которую прокручивал свою немалую зарплату. Из-за этого испанское казнание досчиталось около полумиллиона евро. В общем, мало где любят платить налоги. Спокойно чувствуют себя только авторитарные правители, способные на 100% контролировать медиапространство своих стран. А вот у политиков из демократических государств дела похуже. Чешский премьер Бабиш после офшорного скандала сенсационно проиграл парламентские выборы и, вероятно, покинет свой пост. Прокуратура Чили начала расследование против президента страны Себастьяна Пинеры. Также засветившегося в архиве Пандоры. Но будет ли иметь последствия скандал в Украине? Для страны, в которой 90% граждан не знают, что такое офшоры, в принципе, и в стране, в которой существует неписанный общественный договор, в соответствии с которым низы закрывают очи на то, что верхи там крадут миллиардами, а верхи закрывают очи на то, что низы не платят податки там и так далее. То есть это абсолютно нормальное явление. Впрочем, опрошенные нами эксперты уверены, скандал вряд ли пройдет бесследно. Оппоненты Зеленского, как давние, например, европейской солидарности ОПЗЖ, так и новые, например, уволенный спикер Разумков, уже упрекают хозяина банковой офшорным прошлым, который вполне может оказаться и настоящим. Для бизнеса офшоры – это нормальная практика, оно так работает. Но когда ты переходишь с позиции бизнеса в владу, ты должен быть максимально открытый. Поэтому офшоры для любого из государственных службовцев, я считаю, что плохое. У меня нет. Как известно, искусство не горит. А архивы из офшоров по своей стоимости могут конкурировать с работами лучших мастеров. Посему они точно никуда не исчезнут. А принятая офисом стратегия на замалчивание и игнорирование темы вряд ли сработает. Это скандал с офшорами, он, на самом деле, мает одну важную психологическую складову, если ее раскрутить. Эта складова звучит так, что, в принципе, завдяки этому офшорному скандалу, частью выборцев, Зеленського, прежде всего, выборцев, понимала или может понимать, что он точно такой же, как и все другие политики. То есть, он не другой, а он точно такой же, как и все другие политики, про таких он выступает, про таких он до сих воюет. В архивах Пандоры есть еще одна важная составляющая – международная. Ведь в Вашингтоне, с которым Киев так стремится подружиться, очень не любят схем по уклонению от уплаты налогов. Эту офшорную карту составили на основе работы более 600 журналистов из 117 стран мира, в распоряжении которых оказался внутренний архив более десятка офшорных регистраторов. Как видите, самая красная – Украина. В офшорных схемах засветились сразу 38 наших граждан. Россия оказалась второй. Здесь выявили 19 фигурантов офшорного скандала. По 11 любителей офшоров нашли в Объединенных Арабских Эмиратах, Колумбии и даже Гондурасе. Но вот Соединенные Штаты на карте абсолютно белые, то есть совсем не запятнанные финансовыми махинациями. Это, а также некоторые другие факты позволили многим финансовым экспертам предположить, что скандал имеет американские корни. И что именно спецслужбы США слили в прессу массив данных, взбудораживший политическую ситуацию во многих странах мира. Если версия со спецслужбами подтвердится, это можно будет рассматривать как черную метку, которую США заочно вручили украинской власти. Впрочем, пока никаких официальных комментариев по поводу архивов Пандоры в Белом доме не дают. Господин президент, какой будет реакция вашей администрации на публикации архивов Пандоры? Будут ли приняты меры против его фигурантов? Мы сейчас это изучаем. Особый интерес у администрации Байдена наверняка вызовет тот факт, что с 2012 года офшоры владельцев и основателей 95-го квартала получили более 40 миллионов долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским, который сейчас находится под американскими санкциями. И отшутиться тут уже не получится. Если бы вы знали лично о Коломойском, вы бы поняли, что он стал Коломойским не потому, что давал всем подряд 2,5 миллиона гривен, а совсем наоборот. Он вряд ли даст деньги туда, откуда они ему вряд ли вернутся. Если будет доказано, что на счетах офшора квартала оказались деньги вкладчиков Приватбанка, который государство было вынуждено спасать из-за его плачевного состояния, проблема приобретет еще больший международный масштаб. Что же касается самого Зеленского, то для него это станет проблемой только в двух случаях. Он будет рассматривать эту проблему, если завтра ему принесут социологические данные, которые покажут, что у него больше, чем на 5% обвалился рейтинг, тогда он скажет, что это действительно проблема. А второе, если его не запросят на форум демократии, который организовывает Байден в грудь этого года, тогда он тоже вырешивает, что это тоже проблема. Пока что все идет по наихудшему сценарию. Украина заняла первое место в архивах Пандоры, а Зеленский попал на первую полосу авторитетный британский Гардиан. Заголовок говорит сам за себя. У антиолигархического президента оказались связи с офшорами. Слово «антиолигархический» естественно взято в кавычки. Кто бы ни был инициатором офшорного скандала, последствия для президента и его команды, вероятно, будут тяжелыми. Ведь под удар попало самое ценное, что есть у Зеленского как политика, имидж рубахи парня, выходца из народа, простого учителя Василия Голобородько. Оппоненты еще не раз вспомнят Зеленскому его офшорное прошлое, и вряд ли аргументы наподобия «что тут такого, у каждого фоповца они есть», сработают в его защиту. Ведь в сознании многих украинцев наличие офшора автоматически делает тебя олигархом. А уж точно не борцом с ними, как бы тебе не хотелось им казаться. Кстати, наличие офшоров было бы хорошим дополнением к принятому закону об олигархах. Поэтому, депутаты, берите на заметку и вносите правки. Это была система. Не забудьте подписаться и на канал нашего информационного центра «Система.Инфо». Будьте в курсе событий. До встречи.